Игорь Алексеевич, вопрос у него есть? Вопрос у него есть? Да. Вы проводили мануальную терапию? Да. Считаете ли какую-то роль мануальной терапии, положительной динамики? Да, очень значимой, потому что тезы, в общем-то, подсоединялись на последующих этапах. Первичное – это проведение мануальной терапии, выполнение упражнений дальше. Потому что подобные терапии – это помощник в поддержании такой позы. Но есть упражнение, которое она выполняет и активирует мышцы языка губ, то есть мышцы языка и круговые мышцы рта, которые являются активаторами для расслабления задних мышц шеи и задних мышц мисородов. Спасибо. Насколько бы такой встречающий вопрос, который наблюдал эту ситуацию. Как Вы считаете, все-таки мануальная терапия может здесь играть на какую-то родину, улучшение, но санации вот этих… – Безусловно. – Вот обратите на Наташу, ну вот сейчас она, кстати, у меня брейсовая, там, на само дыхание. Ребенок никогда не открывает рот. – Да. – На само дыхание свободно. Даже при той героскопической картине, которую мы видим, там остатки дыной ткани, и там, в общем, ее сверли не поросли. Никак, никак, ационировав только вот эти мануальные лорорганы, нашу лор-систему, не достигнут такого рефика. – То есть, один из выводов, которые Вы не назвали, что целесообразно использовать мануальную терапию. – Безусловно. – Комплексное отличие. – Безусловно, да. – Да. – Это оптимальность, получающая оптимальность, это очистка. – Дальше. – Да. – Мне интересно, что у нас сыграли, у нас семейство – да. – Посмотрим. – Удача в других отделах. – С подобными, с учетом, в особенности ее стопы, с индивидуальной, с готовыми артезами. – С подобными артезами, которые подобраны по степени жесткости материала. – Да. – У нас есть баланс. – Сидеть очень. – Небольшая семейка здесь. – Нет, даже по команде. – Сидеть, сидеть. – Ну, почему я использую библиотеки, то есть использовать много разных артезов, иногда еще нет, и других тоже в том числе, потому что вот как раз эти афиноприпая оказывают влияние симметризирующее на тело человека, и мы каким-то одним способом не можем помочь ему. – Поэтому и используем разные артезы. – Это хорошая поддержка, как много терапии. – Наверное, она будет совсем значимая. – А вот выбор, поиск этих эффективных парей, которые влияют на то зону клинического интереса, с которым к нам обратились. – И затем уже адекватное, подобное клиническое поле есть фактор, который будет влиять, соответственно, изменять ту клиническую активность, в которой нам находим. – Вот эта задача, как раз, с которой я занимаюсь – на нем. – И один из самых важных – это просто механическое давление, механические факторы в поле, которые сами делали. – После того, как я придумал обладать торпию с мышцами. – Мягкие темы. – Это простые вещи, которые доступны. – Ну, а сейчас. – И ты можешь подгонстрировать сейчас упражнение? – Да, хорошо. – Работает круговая мышца так. – Смыкает ее, и не до конца смыкает. – При этом переносится пальцем вместо подбородочной мышцы. – Самый простой пример. – Подбородочная мышца. – Она очень часто работает вместо нижней порции круговой мышцы там. – Вместо нее замещают это движение. – И они являются антагонистами. – Например, активация подбородочной мышцы. – Деактивируется и расползается. – Мы деактивируем подбородочную, просто сжатием кожи над ней. – Ее сжимаем. – И при этом круговая мышца так облегчается ее тренировкой. – В этом важно не распускать до конца губы. – То есть сохранять постоянное небольшое движение волевой активности. – То есть ее изолированные движения, изолированные функции обеспечены? – Да. – При этом язык у пациента находится в положении, прижатом за зубами к нему вверху. – Вот таким образом. – Достаточно. – Это упражнение нужно делать скапой во рту? – Лучше скапой во рту, потому что она просто помогает. – Там есть этот компонент, куда язык поджимается. – Не обязательно скапой, потому что пациентов которых нет, и которых, когда я назначил раньше, было не было так. – Они делают это просто. – Надо показать место, куда их язык поджимать. – Давай другие упражнения покажем. – У нас есть еще важные мышцы, которые тоже влияют на наши движения. – Это височные мышцы, ее выпиление порции. – И приоткрывающую выпиление плавно, и закрывающую выпиление плавно. – Простые упражнения помогают. – 2-3 движения, но до 5-ти движений много не надо. – Включая в комплекс гигиенную полость рта. – Желательно, пожалуйста. – Немножко меня. – Тоже давление мы наказываем на наш стюк. – Оно теперь работает только в условиях. – И после снятия давления она будет работать. – Более уприняясь, более выучаясь в этих правонные взаимоотношения, которые нам здесь в данном случае необходимо активировать. – Просто здесь сигнал сейчас поддается к большей мощности. – Понятно, что она сжимает. – Достаточно. – Спасибо. – Я просто покажу еще одно упражнение. – Распустили тогда чуть позже. – Просто и важное упражнение для тех, кто хочет изменить положение головы и шеи. – И это положение просто само по себе изменяет воздухоносные пути. – Ну а также лимфоток, кровоток. – И что важно для пациентов, у которых есть мышечнофасциальные болевые синдромы, в шее, там, в верхнее, в грудном отделе позвоночника, то вот можно использовать вот такое просто положение. – Значит, да. – Просто можно предложить пациенту поддержать локтями какой-нибудь предмет, листок бумаги. – Хочу обратить внимание, пальцы на крючицах располагаются, да. – В этом положении мы активируем мышцы большую грудную, малую грудную, переднюю зубчатую. – И у нас в меньшей активности находятся крапециевидные, арабовидные мышцы, которые находятся сзади. – Таким образом, третий вывод отсюда активируются мышцы, которые ответственны за поддержание вертикального положения до обащи. – А это именно межвыридные мышцы, и это именно глубокие мышцы и короткие мышцы позвоночника. – Отмечу, что это медленнейшая мышца спины, и поверхностные волокна, которые как раз будут расслабляться в этом положении. – Чем обеспечивается тоже вот это вот снятие болевого синдрома. – Простые вещи, которые, в общем-то, легко использовать, но и понятные. – Хорошо. Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Продолжение следует... – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.